С одной стороны, Ричи не дает снимать, ломится сейчас в эту дверь. С другой стороны, соседи сверху там активировались, что-то сверлят. В кои-то веки я собралась снять пустые баночки, но надеюсь, что сниму. Давайте вот быстро, коротко, потому что я не могу описывать красиво, как это делают девочки-бьюти-блогеры. Красиво рассказывают, что хочется все скупить, что они показывают. У меня вот это не получается. Мне либо средство нравится, либо нет. И у меня здесь есть также и такие, знаете, моющие средства, какие-то бытовые. Вот такой отбеливатель, довольно популярный. Каждый, наверное, блогер уже его показал в своем видео. Я покупала, конечно же, за свои деньги. Ну, что хочу сказать, мне не очень. Я даже и соседке его давала попробовать. Она сказала, ну, так себе, короче, как вот о нем рассказывают. Конечно, такого вау-эффекта он на нас не произвел. Ну да, ну, отбеливать с какими-то такими едкими пятнами он не справится. Так что я больше не куплю. И закончился у меня вот такой ополаскиватель BIMAX. Я покупала магнит-косметик, так как сейчас Ленор что-то я нигде не могу найти. Соседи, да? Ну, извините уж, я не могла найти, не могу еще найти свой микрофон. Надеюсь, будет хорошо слышно. В общем, хорошая замена Ленору. Очень понравилось. Единственное, такое жиденькое, прям такое средство. Но при этом и не ярко выраженный такой аромат. Приятный, нежный. Мне понравился. Да уж. Да, блин. Ну, почему на сегодня, когда я собралась снимать пустые баночки. Да, место с белой. Тоже очень нравится. Часто его покупаю. Ричи, уйди. Не надо кушать провод. Вот, вы не поверите, но как же мне нравится, как он пахнет. Это вот просто кайф. Вот что со мной не так? Мне нравится, как пахнет именно вот этот белый, да, место. Ну, сказать, что он прям справляется с какими-то такими сильными загрязненными пятнами, но нет. Ну, хорошо очищает, да. Но я его все равно периодически покупаю. Такой сиф антижир. Ну, что про него долго говорить. Все знают. Очень приятный аромат. Хорошо пахнет, несмотря на то, что такое чистящее, да, средство. Но сказать, что справляется с прям жирными пятнами здесь антижир, не скажу. Но при этом повторю. Возможно, куплю. Блин. Соседи, перестаньте сверлить. Дайте мне отснять видео. Спасибо. Кто смотрит меня давно, знаете, что я не люблю пользоваться гелями для душа. Не люблю использовать уходовые средства после душа. Но сейчас я пользуюсь. Вообще вот в теплое время года. Потому что зимой я выхожу, когда из душа я вообще мерзну. Мне быстрее бы вытереться, одеться и все. Поэтому вот это вот размазывание средств по телу не для меня в холодное время года. Потому что я ужасная мерзлячка. Но я была как-то у сестры. Увидела у нее такой гель для душа. Синергетик. Такая баночка уже не очень. Я его нанесла. Намылилась хорошо. Как он пахнет. Вот просто безумно. Я его заказала на ВВ. Она заказывала на ВВ. Скинула мне ссылку только из-за аромата. Ну и потом я начала пользоваться на постоянной основе. Закончилась у меня эта баночка. И я повторю однозначно, однозначно еще одну. Так. Здесь сандал и ягоды можжевельника. Хорошо увлажняет кожу. Хорошо распределяется по телу. Мне очень понравилось. Пенится тоже неплохо. Так. Что еще? Давайте, наверное, буду рандомно как-то все брать. Потому что у меня здесь все так накидано. И всего столько много всего. Вот такое средство для умывания. Это гель-пенка. Покупала в Литуаль. Очень понравилось. Хорошо справляется с макияжем. Не сушит кожу. Пенится. Хороший аромат. В принципе, классная умывалка. И как ни странно, несмотря на то, что это корейский бренд. С крышечкой все нормально здесь. Плотно закрывается. Закончился у меня вот такой тоник от Мэдди Пил. Сейчас у меня такой второй. Вторая баночка тоже там уже заканчивается. Меньше половины. Однозначно, девчонки, рекомендую. Попробуйте. Я периодически буду возвращаться к этому тонику. Я бы так сказала. Тоник эссенция или тоник сыворотка. Потому что не просто водичка, как вот бывает в тониках. А вот наносишь на лицо, и ты чувствуешь, что как будто нанесла сыворотку. Действительно, очень его можно наслаивать. Тоник. Я прям такое достаточно хорошее количество наношу на ватной диске и распределяю по лицу. В принципе, можно, наверное, и сыворотку после него не наносить. Но я наношу все равно. Девочки, однозначно советую. Попробуйте очень хороший тоник. Так, закончился у меня бальзам. Это, скорее, да, бальзам кондиционеров. В каких-то, в каком-то одном из видео я показывала шампунь. Шампуни у меня всегда заканчиваются раньше, чем бальзамы. Вообще, эта серия, этот бренд Эпика мне не очень понравился. Мне не понравился запах этого бальзама. Ну, и как вообще работает на волосах. Ну, я ничего не буду говорить. Просто нет. И все, мне не понравилось. Так, вот еще одна умывалка от бренда The Siam. Корейский бренд. Я ее периодически повторяю. Умывалка, как все корейские умывалки, очень хорошая. Справляется с макияжем. Кому-то подсушивает кожу. У меня как бы все нормально, все ок. Если, конечно, ею мыться и походить там час-два, то да, чувствуется, что кожа стянута. Но я как-то после умывания сразу наношу уход. И вот этот эффект сухого стянутого лица я не ощущаю. Поэтому всем корейским умывалкам говорю, да. Закончилось у меня гидрофильное масло. Вот так оно называется. Вот так оно называется. Это корейский бренд. Покупала я тоже у нас где-то в корейском магазине. Полное разочарование. Во-первых, здесь что-то с дозатором. Я на него нажимаю. Средство вот отсюда сверху вываливается, вытекает. Вообще очень жидко. И, кстати, вот у меня сейчас биомасло черный жемчуг намного бюджетнее и лучше справляется с макияжем, чем вот это. Поэтому точно вообще нет. Закончилось у меня вот такое средство. Термозащита для волос. Присылала мне его подружка. У нас такое я не видела. Обалденный просто аромат. Как термозащита классное средство. После него гладкие, как будто шелковистые волосы. Но здесь такое крупное распыление. Прям наносишь. И вот эти хлопья этого средства летят по всей квартире. А так очень даже хорошее средство. Ну, маленькая баночка быстро ее израсходовала. Закончилось. Даже, можно сказать, не закончилось. Вот это средство для волос. Мне его тоже дарили. Сначала я его как бы нанесла вроде бы норм. Через несколько дней я его наношу на волос. Вот я сейчас даже его открываю. Оно пахнет. Но когда оно соприкасается с волосами, просто ужасный запах. Невыносимый. Я не знаю, муж говорит, как будто кошачьим кормом пахнет. Я не знаю, почему такой эффект. Но вот именно когда начинаешь его наносить на волосы, оно вот пахнет, знаете, бочкопух. Вот этот запах нет. Как средство может быть и хорошее, но запах просто ужасный. Ужас. Фу, нет. Закончился у меня шампунь от Redken. Достаточно популярный. Очень хороший бренд. С уходовыми средствами, особенно за волосами. Зачем я намазюкала. Небольшой такой у меня тюбик. Мини-версия такая дорожная. Тоже прислала мне подруга. Однозначно, да. Вообще, я люблю этот бренд Redken. Redken у меня был, по-моему, несмываемый спрей. Когда-то точно уже не помню. Шампунь очень понравился. Хорошо пенится. Приятный такой нежный аромат. Ненавязчивые волосы после него объемные. Не электризуются. Однозначно, да. Ну, хороший бренд. Еще говорить. Закончилось у меня вот такое масло для волос от Estelle. Ну, масло как масло. Ну, увлажняет кончики волос. Больше ничего оно не делает. Все. Просто обычное масло. Я его не повторю однозначно. Закончился у меня шампунь от бренда Kerasilk. Небольшая такая баночка. Здесь 75 миллилитров. Я не знаю, есть у нас такой бренд или нет. Мне прислала его подруга. Если найду, обязательно приобрету. Очень понравился шампунь. Приятный аромат. Хорошо пенится. Волосы после использования этого шампуня. Прямо такие объемные. Мне очень понравилось. Не путаются. Хорошо укладываются. Расчесываются. Не электризуются. В принципе, что еще и нужно. Хорошо промывают кожу головы. Однозначно, да. Если найду, куплю. Закончился у меня тоник для лица. Очень много средств, которые мне присылала подруга здесь. Он идет с глоуэффектом, с витамином С. Как я поняла, очень понравился. Действительно, его наносишь на лицо, и кожа как будто преображается. Выравнивает тон. Однозначно, да. Но, не знаю. Возможно, может быть, можно заказать его. Как-то онлайн. Но у нас в магазинах я не видела. Если увижу, тоже повторю. Обязательно. Закончилось. Что еще? Закончился у меня крем. Уходовый. От Академия. Это тот крем, который поначалу я вообще не поняла. Я его начинаю выдавливать. Его, в принципе, не нужно выдавливать. Он сам вывалится из этого тюбика. Кажется, на первый взгляд, жидкий. Но когда ты его начинаешь распределять по лицу, он как будто немножко становится густым. И уже так, не то что с натяжкой, но приятно так распределяется по лицу. Чувствуется, что он такой прям плотненький, питательный. Очень понравился. Вообще, первый раз я с этим брендом познакомилась. И вот я хотела бы к нему вернуться. Конечно, цена так себе не бюджетненькая. Но однозначно, да, советую попробовать. И у меня закончилась сыворотка. Тоже от этого же бренда. От Академии. Так это выглядит. Сыворотка. Хорошая, хорошо увлажняет, питает. В принципе, что и нужно от уходовых средств. Чтобы хорошо питала, увлажняла, выравнивала тон лица. Но с морщинками, конечно, не справится. Немного липковатая. Но через какое-то время эта липкость проходит. Однозначно, да. Вот если у вас не сильно так выраженные морщины, то вот эту сыворотку чисто так для увлажнения кожи, для питания однозначно, да, советую. Я бы тоже повторила. Закончился, закончилась. У меня вот такая сыворотка. Это корейский бренд с витамином С. Хвалебные отзывы про эту сыворотку. Но я ее, если честно, не поняла. Она, ну вот на моем лице, как бы, она практически ничего не делала. Ну, может быть, выравнивала, как бы, тон лица. И все. С пигментными пятнами не справилась. Ну, не знаю, я ее не поняла, эту сыворотку. Поэтому я ее не повторю. У меня уже там вызваны другие сыворотки с витамином С. Закончились у меня вот такие ампулы. Не смогу назвать бренд. Вот так они выглядели. Я как-то делилась в телеграм-канал. Мне присылала их подружка. Но их можно заказать на Озон или на ВБ. Здесь пять штучек. Одну в день утром я использовала. Там такое интересное средство. Такое, знаете, немного как будто... Я сначала подумала, что это тональный крем. Думаю, блин, а использовать я их хотела как сыворотку. Ну, я нанесла. Выстинка распределилась средству по лицу. Я думала, сейчас я буду вот такая же рыжая, как это и средство, которое находилось внутри. Нет. Действительно, знаете, это своего рода сыворотка-праймер. Я бы так назвала, наверное. Который прям выровнит вам хорошо тон лица. Увлажнит. И, в принципе, можно тональный не наносить сверху. Но я все равно наносила. Поэтому, девчонки, если не пробовали, так, побаловаться. Конечно, для пяти ампул это не бюджетное средство. Но использовать вот куда-то на выход под тональный крем, да, однозначно советую. Закончился у меня тональный от Estee Lauder Futurist. Ой, что хочу сказать. У меня до этого была вообще другая версия, в другом формате. Кто знает. Вот, типа, вот в таком тюбике. Сейчас расскажу, что это. Мне тот формат понравился намного больше. Но у меня и тон был другой. Немного потемней. Угадала с тоном. Действительно, что я угадала с тоном. Он прям очень хорошо подошел под цвет моей кожи. Когда я его наносила, его как будто и нет на лице. При этом лицо сияет, сглаженное, увлажненное. Но мне показалось, что оно не такое плотное, как вот предыдущая версия Futurist. Я вот эту точно бы не повторила. Возможно, может быть, если бы я взяла на тон темнее, мне бы эффект больше понравился. Да, оно действительно хорошо лежит на лице, не окисляется, не скатывается. Красиво. Кожа такая прям, знаете, холеная, мерцает. Но я бы не повторила. Нет. Нет и нет. Закончился. Не то, что закончился даже. Здесь еще есть средства от Influence. Influence. Меня как-то поправляли, но я не запомнила, как правильно говорить. Зачесалась у меня нога. У меня 0,2 тон. Бомбическое средство, девчонки. Вот если особенно у вас есть какой-то светлый тон. Я вот смешивала его, кстати, с Estee Lauder. И тогда красиво смотрелась. Действительно. Вот единственное, я его не наносила, как отдельное средство на лицо. Не знаю, как будет смотреться. Мне кажется, будет сильно темное, наверное. Ну да. Для такой загоревшей кожи. Оно как бы подсвечивает кожу. Придает такое сияние кожи. Но, что мне не понравилось. Это вот сейчас он просто, пока лежал в коробочке, размешался. Он у меня стоял на тумбе. Вот здесь средство. А сверху вот такой слой, как будто какой-то жидкости воды. Как будто какая-то отслойка пошла. Я когда была в магнит-косметике, так как я там попала, я спросила у девушки. Она говорит, да, вот именно вот в этом средстве так. Во всех. Я думаю, может, у меня что-то не то произошло. И я не стала им пользоваться. Можно, нельзя. Короче, убрала. А так средство очень хорошее. Не знаю почему. Может, что-то они там не доделали. Так, закончились у меня два вот таких средства. Тоже присылала подруга. Здесь крем для рук и гель после душа. Не знаю, какой, где уже, не суть. Как средство вообще не понравились. Но из-за одного аромата можно ими пользоваться. Здесь действительно просто обалденный запах. Наносишь и благоухаешь. Просто приятность нюхать себя саму. Потому что действительно очень хорошие, стойкие в плане аромата. Но в плане средства не какущие. Нифига не увлажняют, не питают, ничего не делают. Поэтому нет. Это что? Это Марк Якобс, если я не ошибаюсь. Не знаю. Короче, да, Марк Якобс. Нет. Ну, и не буду долго зацикливаться на этом средстве. Крем для рук от DAF. Я уже сто раз показываю. Не знаю, какой это тюбик по счету. Именно вот эта серия для рук. Самый лучший вариант сейчас для моей сухой кожи рук. Пока лучшей крема я не нашла. Потому что после использования любых других кремов я наносила. Через пять минут мне хотелось опять нанести. После этого я, когда его наношу, чувствую, что у меня руки напитаны. И мне не хочется добавлять этого средства. Однозначно, да? Девочки, попробуйте. Закончился консилер. Тоже сто раз его уже показывала. От L'Oreal. У меня в оттенке 2N1, по-моему, если не ошибаюсь. Несмотря на то, что я в Телеграм хвалила консилер от... Скажите, я вам скажу. Блин, я забыла, как назвать этот консилер. Сейчас я, кстати, им пользовалась. Я подпишу. Все равно этот остается у меня номер один. Один из лучших, который не подсушивает вообще кожу под глазами. Хорошо увлажняет, распределяется. Вот однозначно, да, буду его покупать. Закончилось у меня средство для бровей от Пупа. Я очень редко им пользовалась. Вот так оно выглядит. Здесь вот такая кисточка для бровей. Но оно уже подсохло. Мне не очень понравилось, потому что неудобно наносить. Наносишь, блин, больше испачкаешь вокруг брови, чем... Он закрасит саму бровь. Поэтому нет. Закончился у меня контурирующий стик. Я тут, смотрите, уже выковыривала от Influence. Это мой второй стик у меня в оттенке 01. Однозначно, да. Из кремовых, бюджетных вариантов. Очень хороший. Девочки, попробуйте. Если не ищете какой-то такой бюджетный контурирующий стик, то однозначно, да. Хорошо пигментированный, хорошо растушевывается, держится. Да, однозначно, да. Закончился у меня от Levante от парфюма. Killian Good Girl, по-моему, если... Да. Сначала мне этот аромат понравился, потом разонравился. У меня почему-то все наоборот. Многие им ароматы не нравятся. Они настоятся, постоят. И потом как бы располагают к себе. У меня наоборот все. Сначала мне аромат нравится, потом фу, бяка. Не знаю. Мне вот этот аромат не понравился. Хотя, хотя мне делала девушка вот комплимент. Мы были как в торговом центре. Она говорит, от вас так вкусно пахнет. Ну, не знаю, мне не очень. И закончился. Ой, один из моих любимых ароматов. Хотя, когда я читаю отзывы на этот аромат, говорят, что он нестойкий. На мне он безумно стойкий, шлеповый. Я его ощущала в течение всего дня. Мне очень нравится. Я повторю, возможно, но уже не полноразмерку, а просто отливантик. Это Juliette Haas Egan Not Eparfum, если я правильно называю. Очень хороший, интересный, вкусный парфюм. Вы знаете, как я могу описывать парфюмы, да. Но это любовь с первого вздоха. Вот как первый раз я понюхала этот аромат, так он ко мне и прилип. Он мне нравится. Поэтому Рич уже что-то стащил. А, ну, он стащил тюбик, крем и пошел играть. Ну, в принципе, все. Я уже закончила. Все. Вот столько баночек у меня было. Ничего подробного, можно так сказать, не рассказала. Но я думаю, выводы можно сделать. Какие средства мне понравились, какие нет. Я не могу красиво говорить. Красивые речи – это не на мой канал. Да. Есть много других каналов, где красиво все рассказывают, показывают. Это не на моем канале. Я вот как могу, так и говорю. Вот мне средство либо зашло, либо нет. Все. Ну, вот так у меня. Пишите, что из средств вы пробовали, что вам понравилось, что нет. Опять же говорю, все очень индивидуально. Если подошло средство мне, не значит, что оно обязательно подойдет вам. Или наоборот. Потому что мы все разные. У всех кожа разная. Пишите. Будет интересно почитать. И так же подписывайтесь на мой телеграм-канал, если не подписывала. Господи, что с моим языком? Блин. Соседи, кстати, спасибо, что дали доснять это видео. Если не подписаны, подписывайтесь. Ссылка под видео, прикрепленная в комментариях. Как роботы разговаривают. Хочу пожелать вам всем всего самого-самого хорошего. Огромного-огромного здоровья. Это сейчас очень важно. Не болейте. Не только сейчас. Здоровье важно всегда. Чтобы вы были здоровы. Любите друг друга. Уважайте друг друга. Мира нам всем. До новых встреч. И пока-пока.